Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Денежную выплату вместо участка земли могут получить многодетные семьи в Кирове. Как пояснили в департаменте муниципальной собственности, в областном центре сейчас просто нет участков, которые можно было бы предложить многодетным. Поэтому им напоминают о возможности воспользоваться правом на получение единовременной денежной выплаты. Дополнительного обращения с заявлением для этого не требуется, отметили в мэрии. Напомню, что по закону после рождения третьего или последующего ребенка жители области имеют право на получение земли. Альтернатива, действующая в последние два года – денежная выплата. В 2024 году из областного бюджета выделили сумму для обеспечения выплаты тысячи семей. Всего за время действия альтернативной меры ей воспользовались около 1200 кировчан. Экономика. У бывшего депутата из Кировской области могут изъять квартиру в Санкт-Петербурге. Областная прокуратура через суд требует обратить в доход государства недвижимость, купленную на неподтвержденные доходы. Эта квартира и машина-место в Санкт-Петербурге стоимостью 12 миллионов рублей. Они принадлежат бывшему депутату Верхошижемской районной думы, который официально столько не заработал за годы предшествовавшие покупке. Депутату ранее пришлось сложить из-за этого полномочия. Требования прокуратуры пока находятся на рассмотрении. Как сообщается на сайте ведомства, в качестве меры обеспечения суд запретил регистрационные действия с этим имуществом. В эфире экономика. Четверть кировчан готовы пойти на собеседование в компанию, в которой не хотят работать. Чаще всего в надежде, что мнение о работодателе после интервью изменится. Компания предложит отличные условия работы или высокую зарплату. На собеседование также ходят ради получения опыта общения или чтобы оценить свою стоимость на рынке труда. Делятся эксперты сервиса Суперджоп. Интересно, что чаще всего готовность посетить собеседование в компании, где не планируют работать, высказывали те, кто зарабатывает больше. Их основные цели – конкурентная разведка и новые контакты в бизнес-среде. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».